Привет на роботок! Трудно найти новые моменты с битвами животных, но все получилось. Ловите новенькую часть сражений животных. Начинаем! Леопард почти полностью залез в нору в надежде вытащить оттуда бородавочника, но на крики прибежала гиена и укусила его за хвост. Охота провалена, бородавочник только рад такому спасителю. Стая гепардов набросилась на малыша зебры и повалила его на землю. Мама зебра стоять в стороне не собиралась и начала кусать и топтать копытами дикую кошку. Это сработало, гепарды разбежались и малыш был спасен. Ловите новый момент с любопытными лошадьми и черепахой. Копытные не успокоились, пока один из них не получил укус в нос. И еще два похожих момента, после которых эти лошади точно не будут приближаться к черепахам. Самцы носорогов очень недолюбливают чужих детенышей, а если они еще и путаются под ногами, точно могут атаковать со всей яростью. Этот в прямом смысле подлетел в воздух, но ему повезло убежать невредимым. Вот похожий момент, но тут малыш поменьше. После нападения на него самца, мама бросилась на защиту. Очень жестокие семейные разборки. Эта львица спокойно отдыхала со своими малышами, как вдруг появился злой бородавочник и сам начал проявлять агрессию к львице. Вы только посмотрите, он храбро атакует и львица быстро поняла, что связалась не с тем противником. Свинка показала характер и спокойно убежала. А тут свинки оказались не такими храбрыми, они зазевались и не заметили приближения опасности. Один бородавочник быстро оказался в львиных клыках. Куница преследует белку вокруг дерева, но поймать добычу не так просто. От этих гона вокруг ствола может закружиться голова. Но когда белка поняла, что ее догоняют, она спрыгивает с дерева и сразу же оказывается в клыках хищника. Злая белка выследила и атаковала гнездо голубя. После недолгой битвы птица улетела, а белка сразу приступает к поеданию яиц. А в этом шокирующем моменте обезьяна залезла в дупло со змеей. Змея начала уползать, но обезьяна атаковала первой. Как результат, змея вцепилась обезьяне прямо в голову, но довольно быстро отпустила. А на этих кадрах тибетская лиса и медведь охотятся на пищу в Гималаях. Как всегда, лиса намного хитрее. Она ждет, пока медведь сделает всю тяжелую работу по разрыванию мёрзлой земли, и когда он уходит без добычи, в подходящий момент хватает появившихся на поверхности пищух. Это видео-ловушка засняла невероятное нападение рыси на серую цаплю. Цапля такого точно не ожидала, и спастись от хищной кошки ей не удастся. А вот и индийский тигр, который уже что-то выследил и подкрадывается. После атаки тигр уже сжимает своими зубами довольно крупного дикого кабана. Для орлов поймать рыбу – это только половина задания. Дальше главное – безопасно залететь с добычей в гнездо, ведь по дороге рыбу могут просто украсть. Ночная камера засняла, как мама олениха просто трусливо убежала, оставив своего детеныша Пуми. Что с ним будет дальше, понятно всем. Дикая лиса зашла на территорию кошки в поисках какой-то еды. Кошка оказалась очень смелой, тем более ей нужно было защищать своих котят. Она атакует лису и прогоняет со своего двора. Буйвол случайно отдалился от своего стада и подвергся нападению целого львиного прайда. Копытное быстро поняло, что от укусов этих хищников спасти его могут только братья из стада, и он начал бежать их в сторону. Тактика сработала, кошки проиграли. Эта птица спокойно растела и кормила своих птенцов, пока их гнездо не выследил ястреб. Хищник быстро опустошил гнездо и кормить теперь некого. Рыбак на лодке просто замер из страха, когда на его пойманную рыбу из воды выскочил огромный крокодил. Рыбы не жалко, главное, что остался жив. А вот как орел защищает свою добычу от ястреба. Он перевернулся и выставил для защиты свои когти, а ястреб сразу понял, что поживиться тут не получится. Глупый тигр решил приблизиться к слону. Может он даже думал атаковать, но с близкого расстояния сразу понял, что добыча не его уровня. Слон его быстро прогнал. Установленная в лесу видео ловушка засняла медведя, который во время прогулки заметил под деревом новорожденного детеныша оленя. От такой халявной добычи отказаться косолапый не смог. Дальше съемка с тепловизионной камеры. Горностай охотится то ли на диких уток, кто ли на их яйца. Но вдруг в кадре появляется еще один хищник, лиса. Сегодня гоняться за утками она не намерена. Ей повезло поймать горностая и она уходит с добычей в зубах. Заяц выскочил с травы прямо между двумя волками и казалось бы ему некуда бежать, но он делает невероятные трюки перепрыгивая через волка. Хищники в шоке. На этих кадрах дикая рейс вылезла на столб забора. Дальше она прыгает куда-то вверх, и через несколько секунд появляется уже с голубем в зубах. Стадо этих антилоп гно пришло на водопой и опять детеныши, которые не соблюдают своей очереди к воде. Взрослая антилопа быстро проучила маленького наглеца. У серой цапли сегодня очень удачная рыбалка, и крупная щука быстро отправляется целиком в живот птицы. Двое голубей спокойно пили воду на берегу реки, но на камеру попало нападение на них хищного конюка. На замедленной съемке видно, что ему почти удалось поймать добычу, но в этот раз голубь сбежал. Самцы сурков очень любят сражаться за самку, и часто делают они это прямо на проезжей части. Эти битвы не кажутся жестокими и выглядят довольно мило и смешно. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!